Добрый день! Нужно ли лечить таратозооспермию и чем? Что является причиной этого диагноза? Снижаются показатели каждый год. В 2019 году было 6%, сейчас 2-3%. Предрасположены к сахарному диабету 2 типа, лишний вес 35 лет. Вы сами тоже сказали, какие причины могут быть. Мы все причины разделяем на 3 группы. Первая группа – фактор образа жизни. Все, что касается образа жизни здорового, безусловно, здесь это все нужно соблюдать. Питание здоровое, максимально фрукты, овощи, рыбы стараться кушать. Вредные привычки, безусловно, надо ограничить. За массой тела, безусловно, нужно следить, ее нужно снизить. Еще у человека, если сахарный диабет, предрасположенность, я так понимаю, преддиабет. То есть, нужно здесь следить за весом, работать вместе с эндокринологом в такой ситуации. То есть, физическая активность обязательно. Безусловно, не надо забывать про все тепловые процедуры, бани, сауны, горячие ванны. Все это тоже оказывает влияние. Вторая группа факторов – это, собственно, заболевания, которые могут быть, но тут другого пути нет, как их проверить. Ну и, собственно, третья группа факторов – немодифицируемые факторы. Те факторы, которые мы не можем изменить – экология, генетика, старение организма. Поэтому, ну, вот здесь тоже всегда подход должен быть комплексный. Да, из-за чего мы имеем. У нас, кстати сказать, по поводу таратозооспермии отдельное очень хорошее видео. Вы можете посмотреть его, где я вам очень все подробно, как бы по этой тематике, собственно, мы проводим беседу. И, ну вот, еще раз я просто здесь вкратце, да, рассказал про группы факторов, про подходы, собственно, к лечению. Да, то есть, все зависит от причины. То есть, лечение просто как лечение. Вот то, что мы с вами говорили, там, устранение факторов и назначение неспецифической стимуляции. То есть, она не специфическая, потому что она не устраняет какой-то конкретный фактор. То есть, она назначается для того, чтобы компенсировать негативное влияние тех факторов, которые мы не можем устранить. Вот. Но, опять же, как я уже говорил уже в этом видео, которое вот мы сейчас снимали, здесь, ну, нужно смотреть индивидуально, смотреть характер изменения качественных показателей, да, на пациента, на самого смотреть, другие, собственно, метаболические маркеры смотреть его для того, чтобы вот эту терапию грамотно подобрать, да, поэтому, ну, есть чем заняться здесь. И, ну, в такой ситуации, безусловно, еще эндокринолог будет не лишним. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова